Сегодня активное внедрение цифровых технологий во многом определяет прогрессивное развитие каждого государства, да и, пожалуй, мира в целом. Искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей становятся основой роста экономики. А цифровые платформы, электронный документооборот кардинально повышают открытость и эффективность работы органов власти, компаний, бизнеса, социальных и образовательных учреждений. Позвольте несколько слов сказать, познакомить вас с тем, что мы делаем в нашей стране, в России по этим направлениям. Мы хорошо понимаем, что цифровизация – это серьёзный ресурс национального развития, реального улучшения качества жизни людей. И за последние годы многое сделали для внедрения новых технологий и программ, для активной и равноправной интеграции нашей страны в глобальное информационное пространство. Так, мы занимаем первое место в Европе сегодня по числу пользователей глобальной сети. Их в России уже более 90 миллионов человек. У нас динамично растут объёмы интернет-торговли, появляются новые продукты в банковской сфере, страхование, в логистике. Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения всё активнее и активнее пользуются этими инструментами. А ведь ещё относительно недавно для этого приходилось собирать справки, обходить многочисленные конторы, тратить нервы в очередях. Наверное, полностью и сейчас это ещё не изжито, но всё-таки ситуация меняется в лучшую сторону. Новая цифровая среда действительно коренным образом меняет жизнь человека. Намерены последовательно и системно продолжать эту работу. При этом хочу подчеркнуть принципиальную, на мой взгляд, вещь, которая заключается в том, что эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе. На свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан, на снятии барьеров, которые сдерживают, ограничивают прогресс. Но при этом, конечно же, всем нам нужно понимать и свою ответственность, и потенциальные риски, угрозы, вызовы в цифровой сфере. С этого года в нашей стране реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Её цель – сделать экономику, госуправление, социальную сферу более эффективными и более конкурентоспособными, стимулировать спрос на инновационные идеи и перспективные научные исследования. Среди приоритетов программы – создание гибкого правового регулирования. Оно должно в полной мере учитывать специфики отрасли, не тормозить, а успевать за прорывным развитием цифровой технологии и надёжно защищать экономические свободы, собственность, безопасность, частную жизнь и личное пространство граждан. Важнейшее направление – это создание современной информационной инфраструктуры, которая позволит быстро и безопасно передавать, обрабатывать и хранить на несколько порядков больше объёма данных, чем сейчас. То есть отвечать не только сегодняшним реалиям, но и требованиям завтрашнего дня. В ходе реализации программы «Доступ к современным услугам связи» получат все медицинские и образовательные учреждения России, практически все населённые пункты нашей страны. Начнётся распространение мобильной связи нового поколения, а также беспроводных сетей для интернет-вещей. При этом будет внедряться национальная российская система оценки центров обработки данных. Продолжится развитие отечественных инфокоммуникационных спутниковых систем, которые обеспечат доступ к интернету в отдалённых районах севера нашей страны и на транспортных артериях. Ещё один приоритет программы – это развитие исследований и разработок в области сквозных цифровых технологий. Они будут проводиться в тесной кооперации с бизнесом и научным сообществом. Это позволит продвигать отечественные технологии и на их базе создавать востребованные, конкурентоспособные цифровые продукты. И, конечно, ключевая задача – это подготовка профессиональных кадров, формирование компетенций, которые позволят вести дальнейшие масштабные преобразования в области цифровой экономики. Дорогие, уважаемые участники Конгресса, особого внимания, конечно, требует сегодня безопасность глобального информационного пространства. Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растёт. Так, по данным Всемирного экономического форума в 2017 году, потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И, по мнению экспертов, если не принимать эффективных, результативных мер, ущерб будет ещё больше. Как и другие страны, Россия также сталкивается с подобными вызовами. К примеру, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть. Убеждён, их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности – это государственная задача. И в её решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан. В этой связи мы реализуем в России программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями. О каких первоочередных шагах идёт речь? Во-первых, предстоит выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой сфере. Такие решения должны повышать эффективность реагирования оперативных служб на подобные угрозы. Для этого важно создать соответствующие правовые условия, обеспечить удобные формы взаимодействия граждан и государственных структур. Во-вторых, будет реализована инициатива бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве. При кибератаках эта система позволит лучше координировать действия операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с правоохранительными органами и тем самым оперативно ликвидировать возникающие угрозы. В-третьих, будем стремиться, чтобы действующее в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию. Конечно, не в ущерб конкуренции, само собой разумеется, речь идёт о конкурентоспособных продуктах, соответствующих самым высоким запросам потребителей. В-четвёртых, планируем качественно повысить уровень подготовки российских специалистов по противодействию киберпреступности, а для этого активнее внедрять практикоориентированные подходы, использовать передовой зарубежный и российский опыт. И, наконец, в-пятых, мы намерены развивать и совершенствовать систему международного обмена информацией о киберугрозах. В ближайшее время правительство должно определиться со структурой, которая будет отвечать за эту работу. Хорошо понимаем, что масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества. На этой теме международного сотрудничества в развитии глобального информационного пространства и обеспечении его безопасности остановлюсь отдельно буквально несколько слов. Россия всегда выступала за совместное и справедливое решение любых возникающих здесь вопросов и тем более споров. При этом убеждены, что меры безопасности и регулирования этого пространства не должны мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию. Вновь повторю, для бурной цифровой эпохи важна свобода, свобода общения, коммуникации, обмена опытом и идеями. При этом особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех международные стандарты, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств, были бы универсальными, приемлемыми для всех. Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и к собственной выгоде, вредят мировой информационной стабильности. В качестве положительного примера приведу опыт согласования России с европейскими государствами в рамках Совета Европы единых правил защиты персональных данных. Приняты очень важные решения, которые не допускают незаконную передачу персональных данных наших граждан в другие страны. Отмечу также, что Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета. Намерены последовательно продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации – Организации Объединённых Наций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова